В небольшом музее на Новослободской десятки необычных экспонатов. Резные маски и шаржи по-своему интересны и эстетичны. Здесь можно увидеть портреты президента Владимира Путина, кинорежиссера Никиты Михалкова, журналиста Владислава Листьева, актриса Людмила Гурченко и многих других известных людей. Мастер Александр Зимин создал за свою жизнь более тысячи масок. Был у меня такой, будем говорить, фрагмент дерева, такой, знаете, хорда и паловал. Прикинул, посмотрел, думаю, мама дорогая, мне нравится этот ветер, перемен России. Куда дует? Куда дует? К светлому будущему. А куда же еще? Ну, короче говоря, это очень интересно. Александр Зимин 40 лет посвятил своему любимому делу – резьбе по дереву. Его буквально захватило увлечение. Своим хобби он может заниматься где угодно – и в транспорте, и на прогулке, и даже во время похода за грибами. Он часто берет с собой чурбан, пару резцов и зря времени не теряет. Все происходит случайно, понимаете. То есть, вот, действительно, там, одно время отдыхал, там, было дело на пре. Были когда-нибудь там на пре. Ну, там, конечно, очень вот такие вот корнепластика, там, я набирал интересные вещи, корешки. Это очень интересно, когда что-то малейшее движение, прикоснешься там к этой корешке, и уже что-то видно. Вот, типа, вот, видите, смотрите, допустим, мужичок этот стоит, уже готовый. Там только лишь голову надел, луковичку. Выставка музея резьбы по дереву работает на Новослободской, 20. Двери открыты всем желающим. Ценителей, которые заинтересуются резьбой по дереву, мастер Александр Зимин готов обучать бесплатно. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова